всем привет сегодняшнее утро я начала со взвешивания потому что девочки прошло 7 дней 28 я взвешивалась у меня было 80 с половиной килограмм а сегодня у нас 4 июня и прошло полностью 7 дней с тех пор как я вот решила худеть и начала уже правильно питаться исключила хлеб исключила всякие полуфабрикаты жирную пищу в общем и перестала еще есть на ночь хотя некоторые погрешности я делала виде картошки с селедкой в виде бутербродов с колбасой но так уже чуть-чуть в общем и не на ночь прям не перед сном но все-таки были еще погрешности тем не менее 2 килограмма я сбросила за неделю это даже такой вот неожиданно для меня результат честно говоря с такими погрешностями я думала что будет меньше ну наверное может быть там вода сходит или еще что-то сходит вообще поначалу она может такое быть потом может даже иногда приостановится похудение но но меня все равно обрадовало это минус 2 килограмма честно говоря но с другой стороны я думаю что все таки конечно ну дает знать то что вот уже перестаешь жирную пищу есть до перестаешь много хлеба есть кстати я сейчас ем без хлеба и вот буквально вот только вот с колбаской там пару кусочков я могу еще небольших вот хлебушка съесть ну в общем уже этого достаточно для того чтобы вес снижался но у меня то была цель не вес там прям снижать а именно как говорится гармоничность создать в желудке и вот пока еще немножко я с собой недовольна ну ладно буду исправляться я думаю что может быть это просто у меня еще как бы знаете я еще не подготовлена но как не не могу переключиться еще да еще трудно переключиться вот когда это уже войдет в привычку такое питание тогда будет проще но пока что еще видите я привыкла есть жареную пищу потому что она сочная да но вкусная там и так далее вот ну ладно по крайней мере вот обещала взвеситься спустя неделю я взвесилась хотя мне хотелось считать с первого числа но ходить я начала уже с 28 поэтому мне интересно было вот что 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 там я сбросила вообще за эти семь дней ну нормально сбросила вот ну дальше буду все-таки стараться как бы там придерживаться получше этого питания ну а пока я сейчас сижу пью кофе пока еще пытаюсь проснуться мозги мои еще не проснулись я еще пока думаю что сегодня делать но по крайней мере у меня сегодня в общем то обед готов овощной рагу я вчера сделала с этими котлетками на пол очень вкусненько котлетки там сочные в тарелке ну а на завтрак как всегда по привычке я уже буду все-таки овсянку есть потому что я привыкла в чем-то я уже сколько уже не один год я ем пакетик овсянки по утрам уже так привыкла и в общем нормально это небольшое количество овсянки заваривается быстро то есть с утра заморачиваться особо не нужно а на ужин подумаем что девочки заварила я кашку кипятком и я всегда в кашку добавляю аква д-3 витамин d нужно употреблять ну я в течение года больше года я туда добавляла 5 капель но вот недавно прочитала что 1000 1500 единиц достаточно для взрослого человека но ежедневно в одной капле 500 единиц значит тысяч добавляют три капли я думаю что три капли тоже нормально хотя и 5 было немного в общем как доктор сказал что вредности нету то есть ничего не будет если даже больше сделать немножко вот капли эти еще противные капай же давай 34 случайно капнулась но ничего страшного витамин d это залог здоровья всего нашего организма его нужно употреблять ну вот в жидком виде в каплях это самый удобный самый лучший способ и детям тоже нужно давать девочки кто-то из подписчиков просил меня показать детские фотографии и вот небольшое количество фотографий я тут достала и покажу вам сейчас фотографии правда старые но я тоже не молодая вот такая от малипунечка я была когда родилась это на руках меня держит мама но здесь судя по всему это самая такая маленькая моя фотография а вот это я на руках у бабушки тоже новорожденная еще а это я с папой папа меня очень любил и в общем вот такая тоже малипусечка еще совсем ну а здесь я уже сижу уже вот такая чуть-чуть побольше деточка ну здесь я не знаю сколько мне наверное года два но это вот в детском садике новогодняя такая елка и вот такая вот я сижу тут возле елочки снегурочка или снежинка вот еще одна новогодняя тоже детском садике тут я чуть чуть постарше здесь я сорока такая вот это тоже в детском садике уже какая-то новогодняя елка наверно была утренник по крайней мере вот такие вот огромные глаза мне в детстве в детстве всегда говорили какие большие глаза какие большие ресницы ну вот на этих фотках тоже две одинаковые вот тоже девочка с большими глазами да куклой мне даже говорили что мы с куклой там как-то похоже помню в детстве я еще смотрю такая одежда была вообще в 60-е годы конец 60 вот были времена да серьезный такой ребенок вообще но это фотографировались где-то в студии мама папа и я здесь мне не знаю годик примерно наверное а вот на этой фотографии годик моей сестрички ну а мне соответственно на три с года разница мне четыре с половиной уже около пяти лет мама папа сестричка мариночка моя вы видели у меня уже в гостях недавно было молодые родители симпатичные были это вот я с косичками но это уже перед самой школой фотографировались тоже еще детсадовский возраст а это был такой детский лагерь но это еще садовский возраст трусы до ушей и лоточки прям по форме одеты но худоба дочка тоже у меня пошла это вот на море мы были с детским садом ездили вот раньше возили детей с детским садом оздоровительный лагерь ну а это первый раз первый класс это я иду в первый класс такая первоклассница но в школе нас фотографировали в основном групповые фотографии но это вот перед первым сентября это уже восьмой класс это я с подружкой стою такие вот белые фартушки белые гольфики такие белых бантиках мы с короткой слишком без бантика ну а на этой фотографии мы с сестренкой и вот я честно говоря я не помню то ли мне здесь 16 то ли уже 18 но мне кажется что еще нету 18 тут скорее всего лет 16 мне 17 но 18 лет я уже выглядела вот так вот такая красотка была вот так вот красилась видите как я раньше красилась ну вот и последнюю фотографию я вам покажу это я замуж выходила вот это вот наш папочка и вот это я такая шляпе потой в общем красавчики оба в общем девочки до наших времен немного фотографии у меня с фото сохранилась именно с хорошим качеством вообще на самом деле фотографии вот такая вот пачка так как их раньше делали разных форматов они большие поменьше не все в альбом входили где-то уголочки там погнуты где-то выцвели выгорели или как они сказали ну как бы поблекли фотографии потому что не все качественно делали тогда вот эти вот ну я выбрала такие вот немножко фотографии которые более-менее нормальное качество ну как вам малышка вот такая маленькая я была немножечко я вас поразвлекала да а сейчас девочки я пойду делать офигенную яичницу захотелось мне яичницу я правда последнее время стала и делать очень редко но я хочу сделать там с зеленой фасолью с помидорчиком зеленью в общем такую вот с овощами там вкусненькую хочу сделать но пойдемте покажу как я буду это делать девочки яичнику я решила сделать с помидорчиком зеленую фасоль замороженную я уже сварила и вот эти вот котлеты на пару которые были суховаты их тоже туда добавлю вот это все немножечко обжарю потом я залью яичницей и вот нарежу зелень посыплю сверху зеленью и и украшу огурчиком включая режим жарка немножечко маслица на сковородочку чуть-чуть вот так нарезала помидорчики и на сковороду сейчас их скинем сейчас помидорчики поджарится с одной стороны потом я их переверну и закину туда фасольку так помидорчики я перевернула поскольку теперь закинула все это надо перемешать еще я присолила уже слегка вот это все и я сюда хочу выложить вот эти вот котлетки что у меня были сделаны на пару я их порезала котлетки готовила много поэтому я лишние котлеты убрала в морозилку порезала на кусочки и убрала а сейчас я достала разморозила и все вот у меня видите готовое мясо можно сказать уже сюда пошло сейчас чуть-чуть вот это при жарю и залью яйцами яйца я уже взболтала два яйца посолила и нарезала зелень так ну все вот это мне при жарилась теперь я заливаю яичничкой присыплю все это зеленушечкой красота такая получается я уже прям не могу уже влюбляюсь я в эту яичинку божественную офигенную яичницу все закрою крышечкой и пусть чуть-чуть дойдет ну вот яичинка и готова ой какая симпатичная я не могу красота и вот парочку огурчиков свеженький вернее один огурчик свеженький и все симпатяшка симпатяшка моя яичинка все пошла кушать смотреть телевизор девочки прекрасный завтрак но чего-то мне тут не хватает я думаю к этому прекрасному завтраку не хватает бутербродика с маслом и сыром вот теперь все хватает все сажусь завтрак девочки а помните я делала десерт из яблока творога и йогурта я хочу сейчас попробовать сделать десерт такой же только не с яблоком а с клубникой я беру клубничку вот такая симпатичная она кстати должна быть сладенькая ну она сладенькая вообще столовую ложку творога высыпаю сюда если клубника кислая или вот фрукт может быть ягоды другие которые вы берете если кислые то я думаю можно пол чайной ложечки сахара добавить и вот это йогурт который делала сама этим йогуртом я это все заливаю и сейчас попробуем что получилось должно быть вкусно если будет кисловато то вместо сахара можно например кусочек банана сладкого туда нарезать и все и тогда будет послаще но в общем то я это все уже такое вот я пью обычно вернее ем вот эту клубнику я с йогуртом но вот с творогом еще не пробовала я просто так творог есть не люблю а вот если он вот так вот в десерте находится то ничего так вкусненько получается и вот можно такое сделать на полдень например вот такое вот вкусное блюдо сейчас попробуем ай ням ням очки ням ням как это вкусно я люблю вообще творог если вот так немножко его положить он тут вообще и не чувствуется клубничка вот эта сладенькая но бывает клубника кислая и тогда можно подсладить либо я как сказала можно сюда добавить банан и тогда будет нормально вкусненько ну вот вкусно и полезно да это вот для тех кто на диете как раз то что нужно и чтобы йогурт пустой не пить а так вот с творожком с клубничкой здорово девочки ну на этом я хочу свое видео закончить чтобы оно не было опять таки слишком длинным чтобы мне не долго было его монтировать и сегодня чтобы я могла вам его выложить а завтра у нас будет розыгрыш 5 числа я уже говорила розыгрыш будет конкурс разыгрываем подарки будем выявлять победительниц победителей ну все кому мое видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и до новых встреч пока пока